приветствую тебя дорогой хай ты представляешь как это здорово ты хай а я хасай ты во вьетнам да да ты во вьетнаме а я в москве в россии ты мой друг давно давно и ты мой первый обученный специалист для распространения метода ключ во вьетнаме почетный участник школы как то возможности знакомству с вами благодаря знакомству с вами я узнал больше о методе ключ там что до этого я только читал смотрел вас youtube канал но ничто не может заменить личность знакомства личное общение поэтому я очень рад а ты мне написал что у тебя недавно была встреча с учителями твоими со школьными с друзьями со школы очень приятные слова написал про них и я им передаю большой теплый человеческий привет для их здоровья и творчества спасибо что я приеду еще раз свою родную провинцию им обязательно передам да ровно две недели назад я седу туда по поводу как скажу встречи выпускников после 30 лет после 1993 года когда мы выпустили из средней школы и мы с друзьями решили что уже время пришло время организовать эту встречу чтобы не только друг другом видеться но и пригласить позвать всех учеников которые учили нас первого по девятый класс было очень трогательно снова видеть знакомые лица после 30 лет после 30 лет потому что так получилось что мы разбирались в разные места но хорошо что мы все в одной стране и поэтому могли но не все но большинство и всех учеников могли приехать и наши учителя очень тронуты приглашением на эту встречу потому что 30 лет это очень большой отрезок времени это не шутка но мы посетили нашу школу фотографировались и потом в другом ресторане мы организовывали пакет но меня очень сильно радует в этой поездке то что я смог использовать мое знание о методе ключ чтобы помочь моей любимой учительнице отлично потому что да я в марте этого года приехал к родителям и решили ее посетить и я узнал что у нее примерно два года тому назад был инсун и муж ухаживал для ней но потом у него появились боли в области печени они пошли к врачам и сказали что у него рак уже четвертая стадия поэтому он быстро после этого умер поэтому моя любимая учительница очень страдала очень расстроилась это был тяжелый удар для нее до этого плохо спала и после смерти мужа она говорит что я совсем мало совсем мало спала поэтому плохо выглядело плохо себя чувствовала но я уже тогда уже не смог не рассказать не показать ей приемы ключа и эти тоже вместе с приемами синхронизации по ключу где надо подбирать и вот эти обжимания пальцев критической ситуации когда стресс высокий обжать все десять пальцев размять уши и сделать здесь на воротниковой зоне вот такой вот самомассаж ты это тоже берешь правильно да или ты их не смотришь ну да в основном я показал ей упражнения синхрон гимнастики понятно я понял чтобы снять напряжение которое накопилось у нее потому что до этого у меня так скажем не было проблем со сном но бывает что не глубоко спам поэтому когда я стал делать упражнения ключевой синхрон гимнастики я стал лучше спать поэтому я решил показать объяснять вот и она делала и даже после этого я звонил ей и она сказала да лучше но в этот раз когда я приезжал на встречу выпускников и она уже вот даже на мое удивление она сейчас хорошо выглядит и даже говорит спасибо тебе Хань что благодаря твоим ну для нее это мои я говорю благодаря твоим упражнениям я стал лучше спать я делал днем и вечером после сна вот она говорит я сейчас лучше сплю и вот смотри я даже набрала два килограмма отлично отлично да 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 потому что она была в марте она была очень худой и как то ну не было не было живой там то все равно ну смерть мужа очень сильно до сих пор ограничивает ее но сейчас когда она может спать я понимаю как приятно учителю когда ученик через 30 лет помог ей выйти из состояния несчастливого и обрести снова здоровье как приятно учителям я так рад за тебя да да хай передавай передавай Боже, я рада, она или я, потому что, как вы говорили, возможно, я первый человек среди вьетнамцев, который узнает, учится у вас и потом придаёт вьетнамцам. — Ты достойный ученик по методу ключа, достойный специалист, потому что мы с тобой не один раз разговаривали, а много тренировались, чтобы ты мог это правильно передавать. Это ты молодец, я тобой очень горжусь. — Спасибо большое. Спасибо большое, это доказательство. — Давай мы сейчас поставим наше видео на наш канал YouTube и в наш канал Telegram, и ты можешь передать для всех привет, для всех людей в России, в Москве, передать привет из Вьетнама. Давай, скажи. — Дорогие ученики школы доктора Хасая, передаю вам солнечный теплый привет из Вьетнама. Я очень рад, что мы вместе с вами учимся у доктора Хасая. — Скажи, а как тебе картина? Я пока мы разговариваем, заодно чуть не забыл спросить. — Как тебе картина? Девушка в медитации, соприкосновение с вечностью, как она тебе? Только скажи честно, не надо хвалить, если тебе не нравится. Скажи, как есть. В нашей школе такой принцип, все говорят, как думают. Может, что прибавить, может, что... — Ну, вижу, что она сейчас... — Я не специалист по живописи, да, но говорю то, что я думаю, что она, так скажем, задумчиво о чем-то думает, но краска, которую вы выбрали для этой картинки, говорит о том, что на душе спокойно. — Я хочу еще руки вот так позолотить немножко, чтобы видно было хорошо, что она вот в таком покое, спокойно, потому что она с вечностью общается в медитации. — А много людей во Вьетнаме буддизмом занимаются, медитируют, медитируют. — А сейчас, сейчас даже модно йогой занимаются, модно, многие, особенно во время ковида, потому что у многих высокий уровень стресса, поэтому пошли, так скажем... — Ну, многие пошли заниматься йогой, особенно среди офисных работников, среди банкиров. — Я понял. В Индии в свое время йога помогла тысячам-тысячам людей в свое время спастись от многих болезней, потому что лекарства-то дорогие, а йога, она как бы ничего не стоит. Но при этом надо иметь хорошего гуру. А у нас в методе ключа вместо гуры, которого нету вот в нужный момент, есть принципы подбора индивидуальных приемов, чего нет в других методах мира. — Я очень рад, что у меня, ты во Вьетнаме, такой достойный специалист-ученик. — Спасибо вам большое. — Спасибо тебе, Хай. Спасибо за приятные новости. Я тебя по-человечески обнимаю, желаю здоровья, успехов тебе, твоей семье, твоим учителям и друзьям. Дай Бог нам всем благополучия и процветания. — Да, и очень надеялся, что в этом или следу, что могу уже видеться с вами лесом в лесу в Москве. — Давай. — Очень жду этой встречи. — Будет очень здорово, когда ты будешь сидеть рядом со мной, и мы будем вместе разговаривать со всеми. — Хорошо, да. Очень жду. — Спасибо тебе. — Хорошо, у нас встречи, как это касается. Спасибо большое, Суран. — Так. Сейчас мы...